Муниципалитеты сами будут решать, сколько километров дорог и где необходимо ремонтировать. Сегодня в заседании законодательного собрания парламентарии во втором чтении приняли ряд важных законов, касающихся дорожного ремонта и строительства. В частности, выделение муниципалитетам средств на содержание дорог теперь будет зависеть не только от их протяженности, но и от вида дорожного покрытия. Понятно, что содержание асфальтовых обходится муниципалам дороже, чем щебёночных или грунтовых. Норматив увеличится для 29 муниципальных образований и 47. Это касается Владимира и Коврова, а также Александрова, Вязников, Кольчугина, Мурома, Гусь-Хрустального. Кроме того, в местные бюджеты намерены направить не менее 50% средств транспортного налога. То есть, если раньше все собираемые деньги от транспортного налога аккумулировались в областном дорожном фонде, то с 2020 года 50% денег будут оставаться в бюджетах тех муниципальных образований, где этот налог и собирали. В 2020 году часть нормативов от некоторых налогов будет перераспределяться от областного бюджета в пользу муниципальных бюджетов. 50% транспортного налога будет оставаться в городских округах, 50% транспортного налога будет оставаться в городских поселениях, и 50% транспортного налога, собираемого на сельских территориях, будет оставаться в муниципальных районах. И это дополнительно даст более 670 миллионов рублей нашим муниципальным образованиям, для того, чтобы они могли распоряжаться этими средствами в своих дорожных фондах по своему усмотрению. Сделать медицинскую ипотеку доступнее. Цель еще одного законопроекта, который обсуждают депутаты. Льгот для врачей становится еще больше. А что делать? Медиков в области не хватает. Кадровый дефицит более тысячи человек. Так вот, закон, принятый парламентариями в первом чтении, должен сократить эту цифру. Он подразумевает увеличение первого ипотечного взноса с 350 до 500 тысяч рублей. Размер процентной ставки может уменьшаться до нуля за счет тоже средств областного бюджета. Но не более 10 тысяч рублей в месяц. Изменение устава Владимирской области еще один важный вопрос, на котором депутаты заострили свое внимание. Губернатор предложил все комитеты и управление Белого дома объединить в одну структуру под названием аппарат. А численность своих заместителей сократить с 4 до 3, упразднив должность вице-губернатора по сельскому хозяйству. Депутаты закон приняли, но с коренными изменениями. Такое важное направление, как сельское хозяйство, взяли и другому вице-губернатору передали. На мой взгляд, это неправильно. Не то место, где мы ищем возможность сэкономить. Аппарат может быть дан, но никак не вице-губернатора. Пускай действительно вспомогательные подразделения войдут в состав аппарата для того, чтобы обеспечить деятельность губернатора, его заместителей. Но сохраним при этом комитет, сохраним управление и сохраним заместителя губернатора, который, как мы с вами понимаем, должен курировать такую важную отрасль, как отрасль сельского хозяйства. Если уж начали обсуждать политику областной власти, то депутаты вспомнили последний отчет губернатора. В начале октября в Рио первого заместителя губернатора Марина Чекунова доложила чиновникам, депутатам и общественникам результаты независимой оценки качества условий оказания услуг в бюджетных организациях за прошлый год. Речь идет об учреждениях регионов в сфере образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания населения. Мы с вами принимаем решение на основании данного отчета, депутаты ЗАГС Собрания, по процедуре. Но сегодня нет ни профильного замгубернатора, ни одного из профильных учреждений. Поэтому я бы вот прежде всего хотел поговорить об отношении, если мы хотим что-то изменить и наладить конструктивное какое-то взаимодействие. Но давайте уважать, потому что когда дают этот документ на 12 страницах, слушайте, это плевок. Я уверен, что Владимир Владимирович Сипягин этот отчет не видел в глаза, потому что это не отчет и это даже не резюме. Впредь парламентарии региона надеются на более конструктивный диалог с областной исполнительной властью. Ведь они-то законы примут, а воплощать их в жизнь задача команды губернатора. Алексей Дудин, Александр Мажаров, 6 канал.